друзья всем большой привет маленький сад ирины беларусь 7 мая сад перед заморозками у нас сегодня ночью должен быть по прогнозу минус 2 ночью но и посмотрела перед тем как снимать видео думаю а вдруг отменили но нет добавили и на следующую ночь тоже минус 2 но сейчас вот днем 12 12 11 похолодало конечно утром был очень сильный дождь ливень долго шел вчера была ливень но вчера после дождя 8 часов вечера обработала все свои растения весь сад даже хвойные некоторые обработала вот борной кислотой вот такой пакетик 10 грамм на 10 литров воды прошлась по всему саду хорошенечко вокруг роз многолетников но может быть поможет может быть минус 2 в общем то это не такой уж сильный мороз посмотрим в прошлом году делала тоже такую обработку но заморозка не было поэтому насколько это помогает сложно сказать это оливейрус остин черенок с бутончиками все мои розочки которые хорошо перезимовали кустики под укрытиями все с бутончиками у некоторых бутоны крупнее у некоторых мельче но в общем то все а вот так обрезанный шалфей лекарственные отрастает потихоньку смотрю многих гихи и расстрадают от заморозка но в общем буду ходить сегодня сниму видео и пойду пойду потихоньку укрывать свои растения а вот это в горшке у меня черенок розы устина констант а вот там за забором моя соседка анжелика у нее этот сорт смотрела за этой розочкой пару лет очень мне понравилось и она мне в прошлом году выкопала годовало череночек перезимовал вот так горшке под укрытием прикопанным земле был отнесу вот этот горшок в гараж так ну что загихерки переживаю они у меня как-то так не особо пушисто растут почему-то не знаю все-таки может земля не подходит а вот так уже отросли мои перовские костики шалфей швеленбург гортензии ну декоративные травы как бы за это я не переживаю мэри роз тоже маленькие бутончики на ней гортензия черешковая ну в общем-то за нее тоже не переживаю но сниму вам покажу как мои растюхи после мороза что что пострадала что нет но вот пока такое все очень красивая сочная такой выглядит неплохо цветет яснотка луки головки потихоньку уже начинают показывать цвет вот самых крупные кстати бутоны у меня на принцессе александре оффгент вот слабый кустик ну такой пару веточек сантиметров 50 сейчас ну может 60 и вот такие крупные бутончики самая крупная из всех моих роз янклюсь и достойно бутончиках кстати слепых побегов никаких нету все розочки с бутонами а вот здесь помните осенью с вами пересаживала черенок принцесса александра оффгент ну вот здесь солнце меньше тоже потихоньку растет ну вот такие мелкие растюхи конечно прикрыть никакой проблемы тем же горшком но вот такие как янг люсидас и принцесса александра даже если я поставлю арматурную сетку но я их сломаю конечно я ничего делать с такими кустиками не буду монстед вуд вчера кстати вырезала ветку вот отсюда ветка на ней было три ветки вроде срезы красивая но побеги то не развивались не нарастали вырезала их что осталось от мастер вот тоже видно было с бутонами вот так потихоньку отхожу ну вот как отросла у меня спиритофридом один раз у нас был покос уже и вот потихоньку не потихоньку а на что хватило раскладывала газонную траву скушенная вокруг растений ну вот спиритофридом видите какой жирный побег один второй вот так подальше вот она но не знаю когда зацветет конечно попозже под на пенек была срезана дербейники вот такие уже пушистая это pink blush быстрее всех нарастает дербейник пенок плаш мои две дездемонки так ну вот вчера прошел дождь и 8 часов вечера я вышла и стал обрабатывать весь сад янтарной кислотой но и скорее всего до часов 6 дождя не было как-то наверное немного на все таки ну что-то что-то растения приняли от этой янтарной о нет нет борной кислоты борной это кто это алан тичман а вот здесь мой посажены посаженная зимняя прививка хэрри течил вот она пока на месте никаких приростов актинидия актинидия вот уже с бутончиками не знаю как она кстати переносит мороз заморозок очень красивое растение потихоньку так развивается бузина черная бузина черная сейчас поднимусь на свою возвышенность вот так яркости что-то нет у меня в экране смотрю так бузина черная посмотрите какая красивая вся с бутончиками вот они уже вся 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 хорошо перезимовала прекрасно зимует у нас белоруссии black beauty и даже тли нету от насекомых и вредителей неделю назад обрабатывала обрабатывала баверия плюс метаризиум сейчас вам друзья кстати покажу ну вот она моя большая бутылка целый литр от профит баверия метаризиум плюс баверия 100 миллилитров на 10 литров воды если обрабатывать сад чистым раствором без добавления каких-то других препаратов то действует он ну что-то около недели так говорил иван русских но если добавить к нему такой препарат как тандем и биодженик тандем и биодженик у меня их нет то действие препарата усиливается до трех недель тандем кстати видела у катюши катюша привет канал 7 бед один ответ надо мне купить а у меня вот такой препарат биогумус задавала вопрос ивану русских можно ли его он сказал что можно я добавлю добавляла вот биогумус есть у меня еще мальтамина это аминокислоты он сказал нет не пойдет именно вот биогумус либо же тандем и биодженик добавляем вот к этому препарату и наши растения защищены но я буду очень надеяться что именно так очень красиво вся с бутонами у меня леди оф мэггенш и листик такой пушистенький развернутый вот кстати смотрю все-таки вот бурная эта кислота очень нравится роза лист становится краше вот мне кажется уже сегодня он стал еще краше и вот какие бутончики ну вот вся на на бутонах все побежки заканчиваются бутонами вот как будет жалко если они пострадают моя леди оф мэггенш красотка ну как ты его укроешь мне как конечно все сломаешь вырезала вчера два побега у леди эмми гамильтон побеги которые были под вопросом и пару дней назад стали засыхать новые приростики все вот просто съежились скрутились высохли но это вот о том насколько хорошо перезимовали наши розы наши побеги роза была укрыта но вот в течение видите весны она потихоньку если что-то не так все вылазит наружу вот она моя эмма гамильтон тоже с бутонами кустик стал поменьше но все равно довольно таки приличный по сравнению с другими которые у меня под ноль так это моя любовь моя любовь погрызенная вот не знаю до обработки это была погрызенная или нет кто же ты забыла но вот свои джубели забыла от этого мороза от страха за растения забываешь вот посмотреть как красивая ну и там вот у меня абрахам дерби до листики краше стали краше листья листья любят растения борную кислоту в прошлом году я заметила после обработки очень очень такой заметный результат на листьях они как будто бы и цвет у них более насыщенный и лист такой становится крупнее сочнее подкормка у меня была неделю назад 7 дней назад это был кристаллон голубой там 19 азота 6 фосфора и 20 калия но это по рекомендации кузнецова нашего розовода который выращивает розы зимние прививки решила в этом году по его советом кормить розы кто интересуется заходите на сайт почитайте статью не буду распространяться так это леди офшалот вот следил в шалот что я буду делать пока оставляю как есть она у меня снова нагнала так побегов много напомню и еще там внутри гонит и гонит посмотрю как она заморозки перенесет и может быть тогда что-то еще повырезаю вот такой невысокий кустик у чары за дарвина тоже вроде ничего перезимовал но потом пришлось короче резать но сейчас сантиметров сорок в бутонах рано говорить совсем коротенький это зимняя прививка от кузнецова с 21 года сосна обожаю сосны просто обожаю посмотрите какой красивый уже пушистый котовник это сикс хилл нет это олкер слоу вот уже с бутонами интересно как они перенесут мороз жалко если подмерзнут маленький кустик маленькая мы джубили ну вот косили траву один единственный раз пока еще и вокруг розочек прокладывала вот там кстати поливала поливала свою леди офшалот она огромная я стараюсь больше ей внимание уделить поливаю ее чаще не забыла ямки зарыхлить а это сикс хилл джен котовник волертон олд холл вот который мы с вами срезали в последнем видео показывала вот он какой тоже никакой стимуляции только вот вместе со всеми розами подкормила так а это что нет думала росток подкормила тем же кристаллона но у меня уже готова травяная бродилка после заморозков наверное концу недели буду все розочки проливать травяной бродилкой и черенки свои которые у меня вообще еще никак не кормились очень вот плохая у меня гейхера уже на бутонах но листья такие слабенькие вот эти были под укрытием кстати вот это без укрытия ну попали под укрытие вместе с розами дама джуди дэнч вот между прочим вот здесь дама джуди дэнч две джубели поставлю наверное сетку арматуру и прикрою спамбон там может быть не подломаю вот дама джуди дэнч великовато может быть уже не войдет но попробую но эти невысокие розы и гравилат посмотрите какой красивый вот какой красивый вот реальный цвет реальность один в один цвет красавчик но и бутончики на моей джубеле так что тут еще у меня может пострадать но вот такая вся красненькая джинни роз гарднер но сложно сказать когда она выдаст мне цветение я не знаю может концу лет это был такой огромный куст огромный пушистый вот все что в этом году но вот это прикрыть конечно без проблем вот уже лук даже почти раскрылся здесь шалфей карадона массива ну шалфей прикрывать я наверное не наверное я не буду а щитки кстати тоже вот не знаю как они вот сейчас выглянуло солнце и просто вот не верится что будет заморозок сложно поверить тизинг джорджия вот она тизинг джорджия но я тоже ее наверное не наверное я не смогу ее укрыть не буду укрывать не буду я заниматься этим делом потому что могу сломать вот отсюда давайте посмотрим на golden celebration срезала здесь еще был побег с вами обрезала вот этот был потолще повыше тоже вот стали новые приростики росточки как бы крутиться что-то ну в общем срезала его оставила вот то что есть это новые приростики а вот это эти две ветки и они кстати с бутонами вот хотя соседка моя анжелика зашла не видела на этот куст вот просто видела то что есть после зимы и первым делом хотя это был вечер довольно таки уже знаете ну смеркалась она говорит зачем ты оставила эти побеги плохие они же видно что они плохие я говорю разве видно она говорит да да не будет с них ничего они засохнут но вот пока пока нет там вот тарси басл и моя любимая жена поэта голубика немного есть ягода в этом году вот так прикрыла ведром розочку подруги мэри тим зимняя прививка уже прикрыла ее здесь вот прошлогодние черенки а вот это вот здесь у меня тоже две джубели которая с вами показывала вам прошлой осенью как я выкапываю и в каком состоянии двухлетние черенки и высаживала в горшке вот один а вот этот пришлось 2 коротко срезать он был очень тонкий и вот так вот решила его все-таки прикрыть банкой ну вот потихоньку растет а вот этот тоже в горшке череночек абрахам дерби тоже двухлетний выкапывался и осенью и присаживала его сюда вот мой череночник но с череночником наверное тоже поставлю дуги они невысокие эти черенки и прикрою спамбон там не хотелось бы чтобы они подмерзли видела у катюши тоже подмерз подан вот у меня такой вот высоченный стебель сантиметров 60 все старые листья пару недель назад я обрезала и вот мне кажется после этого цветонос как-то вытянулся стал длиннее ярче и вот новые листья посмотрите как наросли это я подсмотрела у одного блогера пару лет назад что нужно листья срезать старые у бадана и тогда но ярче и лучше цветет растение и вот такой шалфей видите какой красивый лист какой-то другой сорт шалфей лекарственная очень коротко срезала крон принцессу маргарет смотрела на нее тоже смотрела срезала на пень пока этот пень вот он в диаметре три сантиметра точно вот так никаких признаков нету но оставила вот этот один побег а вот это черенок крон принцессы маргарет но это же вот здесь бутончики есть но вот так друзья выглядит мой сад перед заморозками очень хотелось бы конечно чтобы мимо все мимо прошло но как будет как будет так будет желаю чтобы морозы прошли мимо ваших садов ну а если зашли то нашу нам делать чего не сделаешь будем дальше наблюдать за растениями и выращивать конечно же всем всего хорошего друзья обязательно сниму видео после 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 того как пройдут эти заморозки и покажу вам спасибо что были со мной до новых встреч